Давайте знакомиться, кто меня не знает, меня зовут Елена Денисова, живу я в городе Домобедово, в московской области, наверное, все знают, что есть такой город, не только город, но еще и аэропорт. Хорошо, буду стараться громче говорить. Сегодня подготовила для вас тему, как Омега-3 влияет на организм человека, особенно на организм детей. У меня максимум стоит на микрофоне. Давайте по дисципальной шкале поставим еще раз. Слышно, да? Давайте колоночки прибавим, наушники прибавим, чтобы получше было слышно, потому что я как бы девочкой с гонором буду говорить громко. Буду стараться. Сегодня у нас пятница, да, и как мы уже решили, что по пятницам будет wellness день. По wellness я еще никогда не проводила презентацию, но хотелось бы углубиться именно в эту тему, как Омега-3. Сегодня у нас по плану такие вопросы, как почему, да, для чего ребенку нужна Омега-3, что такое вообще Омега-3, понятия и различия. Исследования показали, какие проводились исследования и что было выявлено в последние годы. Почему мы выбрали именно Омегу-3 от Алисуны. Я думаю, что пригодится вам сегодня эта информация, да, и будет очень полезно. На самом деле, по того, как вообще я пришла в Алисуны, я не знала, насколько необходима Омега-3 для ребенка, вообще для организма, пока не столкнулась с информацией, пока экспертов не выслушала и так далее. То есть я не знала, насколько это сейчас необходимо. То есть после того, как мы узнали, что это такое, то сразу решили принимать именно этот продукт. Что он делает? Конечно же, повышает память и внимание. Детки, которые начинают с Омега-3 в течение двух месяцев, сразу вы увидите результат, насколько у вас ребенок быстро учит в стихотворении, насколько он более уравновешен, да, внимателен. Также Омега-3 восполняет недостаток полионенасыщенной жирности слог в организме, которого организм практически не может существовать. Также укрепляет срение, повышает иммунитет ребенка, нервную систему укрепляет. Натуральный Омега-3 у нас содержит масло лимона натуральное, то есть он без каких-то химических ароматизаторов, красителей и так далее. То есть у нас натуральное масло лимона, которое приглушает вкус и запах рыбы, ну рыбы вообще, да, не содержит красителей и гемо, как я уже сказала. И также есть имущества большие, если мы приобретаем именно три каталога подряд, то четвертый продукт мы можем получить совершенно бесплатно. Теперь давайте будем более углубленными вещами, что у нас это по Омега-3. Наверное, кто-то уже слышал, что Омега-3 содержится во многих продуктах, да. А напишите, пожалуйста, какие вы продукты знаете, где можно получить Омега-3. Кроме рыбы, скажем, да, какие еще продукты дополнительные вы найдете. Давайте пообщаемся. Вы пишите, а я буду рассказывать. Омега-3 содержится также в определенных маслах, особенно в мином маслах, в рыбе я уже сказала, в орехах, в различных супах и так далее. То есть Омега-3 можно найти в очередь многих продуктах. Оксаночка, перезайдите, пожалуйста, если не слышите. Но хочу сказать, что Омега-3, которая необходима для организма, должна содержать эйкозапредтоеновую кислоту и докозапредтоеновую кислоту. Это ЭПК и ДГК. Это то, что нужно именно организму. А в нормальном, достаточном количестве находятся именно вот эти компоненты, находятся именно в рыбе, да, то есть в рыбьем жире мы можем получить. В льняном масле тоже содержатся эти компоненты, да, только там еще и дополнительно альфа-лимолевая кислота кислота кислота. Вот смотрите, какие же различия вообще Омега-3 и откуда лучше ее взять. Вот, скажем, мы можем купить рыбий жир. Помните, наши родители, бабушки, дедушки рассказывали, как в далеком 50-60-х был такой рыбий день, четверг и так далее. То есть постоянно в школах в детских годах ввели такое вот правило, да, чтобы давать детям по ложке рыбьего жира. Помните, такое было? Это было не зря на самом деле, да. В рыбьем жире содержится 30% Омега-3, то есть все остальные 60% это не Омега-3, это другие компоненты, другие масла и так далее. В льняном масле содержится всего лишь 5%. То есть Омега-3 в чистом виде производится не везде. В нашей компании производится именно чистая Омега-3. Я вам расскажу, как это сделается вообще. Немного из истории. Да, откуда вообще ученые узнали об Омеге-3 и что она именно полезна для нас и для нашего организма. Это детей, конечно же, в первую очередь. Когда-то, давным-давно, в 1970 году, в 1970 году, датские ученые поехали к эстимосам в Гренландию изучать их организм, их кровь. То есть они узнали, что оказывается в этой местности рыбаки, охотники практически никогда не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего лишь 5% из всего населения в Гренландии, представляете, нашли проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть это очень-очень низкий показатель по сравнению со всеми другими странами. Они были на первом месте, понимаете? И ученые поехали в Гренландию для того, чтобы изучить, почему же так происходит. Когда они стали изучать их быт, да, смотреть, как они живут, давайте поближе поставлю тогда полку. Когда они стали изучать их быт и так далее, то есть обратили внимание, что они питаются мясом, тюлени и жирной-жирной рыбой. То есть это практически всегда в их рационе присутствовало. Когда начали рассматривать кровь, да, то нашли вот эти две жирные кислоты, экозапентроэновую и докозапентроэновую кислоту, которая очень полезна для крови. Это все кислоты, которые приводят вообще к тому, чтобы человек просто очень хорошо себя чувствовал и жил. У кого нет глупо? Ну, только у Вали нет глупо. У Марины все хорошо. Если у кого-то все хорошо, да, то я думаю, что вам следует просто перезайти и переждать. А сейчас на рынке очень много всяких препаратов, да, в аптеках, возможно, вы видели рыбий жир в различном виде и так далее. То есть есть рыбий жир, если заметили, по очень низким ценам, там в районе 100-200 рублей. Да, я думаю, что вы сами можете определить, что такой рыбий жир не очень-то и полезен для организма. Почему? Потому что он сделан не из тушки рыбы, а из печени. На самом деле печень, сейчас вообще не рекомендуется есть печень, рыба особенно, трески, потому что это депо. Как и у человека, как и у животных, печень это депо, где остаются, как говорится, все яды, все токсины, которые поступают через пищу. То есть печень перерабатывает все эти продукты, и получается, что если делать из этой печени, зараженной этими токсинами, рыбий жир, то получается не очень-то и полезен этот рыбий жир для организма, да, человека. Если вы видели, вот на английском языке препарат называется рыбий жир, который сделан из печени, трески, он будет называться под ливер ойл. Понятно, да? То есть как и есть, и как и в таппулах, конечно же, есть также и в жидком виде. То есть вы должны сами решить для себя, что лучше для вас. Понятно, да? То есть мы производим, омегу-3 от компании Reflame, производят из тушки рыбы. Рыба – это анчоусы и сардины, которые вылавливаются и автоматически все пакуются. Прежде чем запаковать, конечно же, проходит стандартизация и так далее. Сейчас я об этом буду рассказывать. То есть рыбий жир, сделанный из печени, трески или какой-либо другой рыбы, не может быть очень полезен для организма. Поэтому имейте рецепт. Как же производят омегу-3 от компании Reflame? Конечно, это 5-ступенчатая очистка. Это очень важно на самом деле, чтобы в организм пришел качественный продукт, полезный продукт, не вредный, не опасный продукт. Поэтому 5-ступенек – это нейтрализация первое, что делает компания. То есть очищает от свободных молекул, чтобы не окислялось, чтобы свободные радикалы не вызывали раковые клетки в организме. Второе – это обеспечивание. Это отделение натурального омега-3 от всяких примесей. Вымораживание – это тоже одна из ступеней, которая тоже очищает от определенных примесей, от запаха и так далее. Следующее – удаление примесей. Также происходит на последнем этапе стандартизация. Что такое стандартизация? Все мы знаем, что вообще наша продукция проходит очень строгий стандарт качества. Это GMT. Самый-самый строгий стандарт, который не могут позволить многие даже фармакологические компании, которые производят лекарства. То есть вот такую вот очистку омега-3 проходит от нашей компании. Что еще хотела сказать о том, что омега-3 для детей также рекомендуют научные сотрудники. Это одна из фидиатров Наталья Таран. Она сотрудник Минпитания РАМ России. Консультант клиники питания и здоровья. Это инфидиатный дефицит наук, врач-фидиатр, который не рекламирует, который рекомендует, рекомендует вашим детям, детям всей России, потреблять качественную омега-3, качественную продукцию компании «Рисплей». В ноябре прошлого года, в 2015 году, компания была призвана самой лучшей компанией-производителем продуктов «Велмос». Это, получается, у нас витамины и БАДУ. Контрольная закупка. Вы, наверное, узнаете Антона Привойного, который поздравлял компанию и вручил такую премию, как лауреату национальной премии по питанию. То есть, это не просто так, на самом деле. Среди очень многих-многих компаний была проверка, очень строгая проверка эспертами питания РАМ России на физиологии и физиологии. И компании вручили эту премию за свои достижения. Сейчас на российском рынке ВАДы и витамины самые лучшие считаются от компании «Рисплей» «Велмос». А также Ольга Николаевна Григориан, ведущая научный сотрудник в НИИ питания РАМ России, также рекомендует «Велмос» от компании «Рисплей». Не так давно проводила встречу в прямом эфире на Первом канале о том, как нужно питаться вообще. И рекомендует также «Велмос» для всех жителей России. Это очень-очень важно, на самом деле, прислушиваться к эспертам, узнать, что это сейчас лучшее на рынке. Кто-то скажет, да, кому-то заплатили, да, сейчас много чего можно говорить и так далее. Но на самом деле я тоже об этом задумывалась. Вот пришла к такому выводу, что даже не я пришла, да, а сама Ольга Николаевна говорит, что народ сам должен понять, да, что это правда на самом деле, что это работает. Она не будет говорить, как бы, и порочить свое имя, и вообще имя НИИ питания РАМ, да, что за ней вывеска стоит очень уважаемое учреждение. То есть обратите внимание, знайте эту информацию поглубже. Если вы рекомендуете своим друзьям, знакомым, да, и их детям, амеги-3 или витамины и так далее, любую wellness продукт, знайте, что вы можете много чего рассказать об этом. У нас очень много информации, которую вы можете использовать. Вы можете отправлять ссылки, вы можете распечатать информацию. Мы ничего не придумываем. Если вы не верите, проверьте, это все в доступе. Конечно, интернет работает у всех, простых, в мире, и это в доступе для каждого. Я вам желаю здоровья, прежде всего, с wellness. Wellness – шикарный продукт, который изменил жизнь и мою, и моих детей. Хочу рассказать свою историю, да, когда мы только начали принимать продукты wellness, а именно омега-3. Про своего ребенка. Я родила сына младшему, ему сейчас 3,5 года, я его родила в Кальмонграде. То есть, в более экологическом месте, потому что там море Балтийское, да, соленый воздух. Но когда ему было 7 месяцев, мы переехали в Московскую область. Конечно же, мы поменяли экологический климат, да, скажем. И в 9 месяцев, когда ему было 9 месяцев, нас забрали в больницу с акцинозом. Это последствия от ларинфитана, когда мой ребенок стал вызываться. Вот. И после этого мы проводили лечение, и мой ребенок 5-6 раз в год попадал в больницу с тем же самым диагнозом. То есть, если у нас что-то и начиналось, начинались детские сухли, да, если какая-то простуда начиналась, то это сразу мы знали, что сейчас опять начнется стенок, сейчас будет опять выдыхаться. То есть, я уже знала, что придется вызывать ссору, откачивали его гормональными препаратами, чтобы у него не было отчеток линки, и чтобы ребенок не закоснулся. Начали мы принимать соногутрин в декабре. В январе мы опять же переболели, но так как мы часто летали, на самолете меняли климат и так далее, то есть ребенок у меня немножко простыл, и опять у него началось это, да, это заболевание. После января я вообще не наблюдаю, чтобы он выдыхался. То есть, у нас опять же есть какие-то предпосылки к тому, что у него ларингит, да, у него начинаются хрипы, но до такой степени у нас уже нет ни одышки вот этой, ни стихаек, ни стопения нет, вот этого и храпа у нас этого нет. То есть, я заметила, что резко бы так себе произошло. Кто-то говорит, он вырастет, и в 7 лет это все пройдет. Но когда мы лежали в больнице, с нами поступали и 7, и 8, и 10-летние дети, в которых было то же самое заболевание. То есть, у нас пошел резкий такой вот, наверное, повышение иммунитета резкое, да, что я это просто-напросто заметила. Если в течение двух лет, двух с половиной лет, можно сказать, да, мой ребенок постоянно попадал в больницы, а теперь этого нет, то, конечно же, я могу сказать, что на самом деле нам помогают витамины и омега-3 от ВН. Вот такая у нас история. Я очень рада, что познакомилась с компанией Рифлэм, что меня пригласили, и что сейчас все идет к тому, что мы будем не только здоровы, но еще и благополучны в бизнесе. Спасибо большое, что выслушали. Всем пока-пока, желаю удачи, до скорых встреч. Спасибо.